Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. В моих руках очутилась такая замечательная коробочка с кагуаром от фирмы Мэнг. Я хочу сделать на него обзор. Как видите, коробка очень большая, даже практически не попадает в камеру. Хорошая, красочная, всё отлично отпечатано на ней, матовая поверхность. На бортах коробки нарисован кагуар. И цвета красок АК Интерактив даны. Модель 2016 года выпускает фирма Мэнг. Открыв коробку, мы видим большое количество плетников. Красочная, красивая инструкция. На первых страницах тактико-технические характеристики, описание данного автомобиля. На нескольких языках и на русском. Было интересно почитать про данный автомобиль. Кагуар, или, если переводить с английского, Пума. Довольно интересный бронеавтомобиль. Как всегда, у Мэнга хорошо читаемая поэтапная инструкция. Всё довольно чётко показано. Хорошее качество картинки. Инструкция очень понятная. Да и модель. Я посмотрел уже предварительно литники. Хоть имеет и много деталей, но в сборке будет несложной. Можно делать автомобиль как с открытыми дверями, так и с закрытыми. Внутри хорошо выполнен интерьер. Я думаю, что с интерьером автомобиль будет очень хорошо смотреться. Внутри сетки перегородки. Сход отравления. Здесь даны нам схематические литники. И два варианта окраски. Или два варианта сборки. С разными тактическими обозначениями и техническими надписями. Даны нам схематиками. И два варианта сборки. С разными видами антенн. Сейчас отложим коробочку в сторону. Чтобы нам не бликовало и не сливалось с литниками остальными. Начнем. Литники я предварительно достал. Достал с пакетов. Ну и начнем с корпуса автомобиля. Выполнен одной деталью. Это говорит о том, что у фирмы Мэнк есть хорошие пресс-формы, в которых они могут делать цельные корпуса. Очень хорошо все отлито. Данные силиконовые втулки для колес. И вместе с корпусом лежал корпус пулемета. Очень хорошо отлит, как видите. Мне понравился. Здесь литник с ванной корпуса. Да, она такая вот интересная. Я так понимаю, корпус сделан специально, противоминный. С угловым наклоном, чтобы было больше рикошетов. Интересная, хорошая задумка. Следов утяжек. Сажен на моделях нету. Да, у Мэнга можно об них и не говорить. Мне еще ни разу они не попадались. Толкатели спрятаны. Внутрь деталей. При сборке их не будет видно. Литник с сидениями. Их два одинаковых. Просмотрим. Сидения сделаны хорошо. Хорошо, что нету большого членения. Это говорит о том, что сборка будет не сложной и в удовольствии. Два литника Д. Диски колес. Детали. Мелкие хорошо пролиты. Мелкие хорошо пролицы. Мелкие хорошо пролицы. Мелкие качества. Мелкие. Диски колеса. Мелкие хорошо пролицы. Чуть хорошо мосты отлиты. Всё чётко, без каких-либо изъянов. Летников много, но они небольшого размера. На каждом летнике, наверное, где-то по 20, может, чуть больше деталей. Да, вот на этом летнике 24 детали. Поковые ящики сделаны одной деталью. Всё хорошо проработано. Запасные диски для запасных колёс со сквозными отверстиями. При беглом осмотре набор очень понравился. То, что я вижу на летниках, всё сделано качественно, хорошо и красиво. Надеюсь, сборка будет в лучших традициях от фирмы MENG. Модели данной фирмы я собирал уже не один раз и всегда оставался доволенными. Сделаны хорошо петли для того, чтобы можно было сделать двери в открытом виде. Ходовая подвеска. Так, сделаны рессоры. Как-то рессоры слабенько выглядят, если учитывать, что вес у автомобиля не маленький. Всё-таки бронеавтомобиль. Это, видимо, верхняя пулемётная площадка. И так далее. два таких вот мягких силиконовых литника это я так понимаю ремни безопасности в салон очень хорошо будет их изобразить брызговики задние выполнены силикона и вот такие тоненькие мягкие литник. Маленький литничок со стволами. Я так понимаю, можно поставить разные стволы разного калибра. Отверстия высверлены. Сейчас в последних моделях это очень радует. Многие моделисты знают, как трудно, порой бывает, высверлить хорошо и ровно ствол, подготовить его. А тут уже фирма позаботилась о нас и дает вот такие хорошие стволы. С целлофана не доставал, чтобы не поцарапать стекла. Два таких литника. Как видите, стекла протонированы. Зеленоватый оттенок в них. Очень хорошо фирма подошла к разработке этой модели и выпустили достойную хорошую модель. Все закрыто. Не захотел я доставать. Два таких литника. Даже их четыре. Четыре одинаковых. Четыре одинаковых литника. И два литника с антеннами. Очень хорошо сделаны, отлиты. Планка фототравления. Декаль не доставал из пакета. Здесь технические надписи. Приборка. И пакетик с резиновыми покрышками. Сейчас возьмем белый листик. Колеса с надписями. Хорошо сделаны. Протектор. Ну, небольшой шовчик. Шов это не проблема. Вот, друзья. Обзор на этом заканчиваю. Показал вам все литники, все детали. Еще раз хочу повториться. Набором очень доволен. Ставлю данному набору 5 с плюсом. Ну, теперь посмотрим, как пройдет сборка. Ну, надеюсь, и в сборке модель себя покажет с лучшей стороны. Все, друзья. Спасибо вам. Спасибо за то, что подписываетесь. Спасибо, что комментируете. Спасибо, что остаетесь с нами. Всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь на канале вместе с нами. Спасибо, друзья.